Всем привет! Вы на канале ZF, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о Red Dead Online и обсудим ежемесячное обновление акций и бонусов в игре, а также Хэллоуинский ивент, который сейчас проходит в игре. Сразу скажу, что все замечательно для тех, кто только начал играть в РДО или играет не больше года и еще не все изучил в игре, а старичкам особо Rockstar и нечего предложить. Обо всем об этом и не только мы сегодня с вами и поговорим. Друзья, перед началом ролика к вам будет небольшая просьба, поддержите канал вашей подпиской, а ролик вашим лайком. За это я вам буду очень сильно благодарен. Начнем по порядку, а значит поговорим о роли. Да, Rockstar в месяц Хэллоуина добавила бонусы на роль и не простую, а ту, к которой все игроки обращаются для прокачки абонемента, а после ноют в комментариях, что абонемент вкачали за 5 минут. В общем, в данном месяце выделили роль коллекционера, а именно за продажу полных коллекций вы получаете вдвое больше долларов в РДО и опыта, что поможет вам быстро прокачивать уровень и много зарабатывать. Но придется хорошо побегать по карте и пособирать коллекционные предметы. Но это не все. Как вы знаете, по каждой роли есть свои пряжки и у коллекционера они имеются. Так вот, на протяжении всего месяца за сброс пряжек по роли коллекционер вы получите втрое больше золота, а это уже неплохо. Хотя признаюсь, что пряжки там очень сложные. Говоря о роли и что еще выгодного по ней имеется, стоит упомянуть скидку в 5 золотых на роль. Сейчас самое время купить роль, если еще этого не сделали. Что немного странного в данном месяце, так это то, что за сбор коллекционных предметов Рукстар не обещает увеличенных выплат. А значит опыт начисляется стандартный. Про награды не буду рассказывать, так как в последнее время их особо никто и не получает. А вот события свободного режима нельзя пропускать. Именно по роли коллекционера. Так как участвуя в таких событиях вы будете получать втрое больше долларов в РДО и опыта. А вот если вас все-таки интересует, какие награды в этом месяце, то собирая каждую неделю по 4 коллекционных предмета вы можете рассчитывать на получение ценных наград. А именно с 3 по 9 октября карта коллекционера монеты. С 10 по 16 октября скидка 30 процентов на предмет для коллекционера уровня новичок и любитель. С 17 по 23 октября скидка 30 процентов на двойной патронтаж. С 24 по 30 октября три сильных лекарства. С 31 октября по 6 ноября оранжевые перчатки Hellsby. Всем кто войдет в Reddit Online в любое время до конца месяца достанутся подарки в кровавых тонах. А именно черная красная шляпа, кавалера и красная куртка охотника. Теперь немного фронтирного ужаса. Как вы знаете в октябре в РДО всегда отмечается Хэллоуин и поэтому стоит вам рассказать какие ужасы нас поджидают. В игру был добавлен особый вариант режима к оружию Канун. Обычный сейчас недоступен. Так вот Канун это все тот же режим к оружию, но только с мертвецами, очень много экшена и опасные противники. Даже очень. И как ни странно, в прошлом месяце Rockstar добавляла новые места для данного режима. И в этом году нас также порадуют новыми местами. На этот раз Rockstar добавит три новые локации для режима Канун. Уже неплохо. Появятся в игре они 17 октября. За данный режим действуют двойные выплаты. Так что пофармить точно есть где. Мы поговорили о Мадам Назар, но я забыл напомнить вам, что маски вновь вернулись в игру. Правда только для нашего персонажа, для лошадей ничего пока нет. И маски продаются с 25% скидкой. Так что не упустите возможность все скупить. Также в игру Rockstar добавила новые режимы PvP. Их также стоит посетить, ведь на них будут действовать тройные выплаты по всем трем направлениям. Чувствую, а ФК все будут стоять в таких режимах. И тут Rockstar тоже добавит три новых локации 17 октября. Прям расщедрились и решили фоново добавить в игру новых локаций, которые сделали года два тому назад. Ведь разработка новой части GTA такая масштабная, что потребовались даже сотрудники, которые работали с контентом для РДО. Новый контракт от iCoskelding в этом году не добавили. Только активировали старый. Это печально. Нового и не будет. Избранная серия в этом месяце принесет вам очень много золота, долларов РДО и опыта. Там будут действовать тройные выплаты по всем направлениям. И будет очень много хардкора, что круто. Бесплатный костюм месяца имеется. Он, так скажем, очень даже неплох. Как всегда в каталоге отмечен акцией и ценой в ноль. А также в данный костюм входит маска, так что одну вы получите бесплатно. Еще добавили одежду заграничной серии пальто и жилет. И наконец то, ради чего всем, кто начал играть с декабря прошлого года, стоит вернуться в игру. Это абонемент. И не простой, а второй хэллоуинский. Да, это эпично. Куда катится Rockstar неизвестно. Но я очень надеюсь, что новая часть GTA оправдает себя. По наградам все так же, как и в прошлом году и позапрошлом. Ведь абонемент уже запускают в третий раз. И это одновременно смешно и грустно. На вопрос, стоит ли покупать или нет, ответ стоит однозначно. А вот по скидкам все неоднозначно. Выделю скидку на роль, скидку на прически и косметику и зубы, креольские лошади, также по скидке, оружие ближнего боя, патроны для дробовика, брошюры о ядах можно скупить и еще некоторые скидки вас ждут в игре на протяжении целого месяца. По итогу можно сказать, что если вы не видели еще абонементов, то пора понять, что это такое. А вот если вы уже вкачали давным-давно все, и этот абонемент уже в третий раз для вас включает, то наслаждайтесь игрой. Пишите ваше мнение о ежемесячном обновлении акций и бонусов, а также отмечайтесь все те, кто играет в РДО для души. Всем спасибо за просмотр ролика, надеюсь он вам понравился и был полезен. Если это так, кто с вас подписка и лайк. Всем до встречи, друзья!